привет народ бегу бегу работу работать как вам грибочки супер сегодня мы с мамой собрались полтора часа за полтора часа там вообще места были не тронутые по лесу встала вы знаете что сегодня у меня короче это горе случилось о короче комит и веке 20 лет не жевала я жвачку али 20 купила короче я решила зашла брустуль ой и вот захотелось мне вот это чудо пожевать тети взрослой девушки среднего возраста пожевала лучше бы не покупала кошмар кошмар народ кошмар засунула в рот две жвачки на радостях в желтую сиреневую как мало ребенок 20 лет не жевала что вы думаете еду маршрутки жую как заболел у меня последний зуб верхней а в жвачке какая-то какой-то твердый камень появился я вытаскиваю внутри в зубе теперь у меня большая дыра я не знаю то ли зуб отвалился но как бы там чему дыра образовалась внутри в зубе то ли пломба он запломированный был я теперь не помню представляете и там короче такая большая дырища и теперь болит он у меня и думаю на какой хрен я купила эти жвачки я 20 лет не жевала жевачки и так дура стара без зубов теперь проблему все нашла больницу надо зубную когда времени нет сейчас приехала вот с утра в лес ходили потом домой приехали а время уже десять пока доехали пока котлетки приготовила паровые спагетти салатик пока покушали грибы короче грибов тащили ладно мама их тут все почистила я короче крупные грибы все отварила порезала получилось сколько литра отварных где-то резаных литра три вот и молодых вообще молодых там у нас грибочков было где-то литров пять я говорю мама времени успеваем не надо выезжать девочки хочешь на игру сушить будем порез она короче это три противень будет мало игру меня больше нету три противень чуть приметелся что ты сразу не сказала надо было крупные сушить мелкие надо было отваривать у меня ваш как рукам я все бегом бегом ладно веру есть дело когда я еще компот сварил лишь компот нужен устала я он месяц мотает в разные стороны и короче это нарезала на ладно я как сайга час прилетел все боксара забежал на рынок купила творог капусту цветную попа ну и жвачку зашла же сигаретку упал их жевать заживала хорошо здоровый в зубе теперь я и болит представляете он видимо там нет не удаленной или чур я ничего не знаю короче в зубе дыра проблему сена жила а купила две упаковки потратила 42 рубля а проблем но я не знаю если пломба там платное делать 1008 если сохранить зуб нормально вот так все делать как дальше жить не знаю сейчас бегу бабульки устала ох устала а грибов то грибов то набрали вот так все бегом бегом на рынок зашла думаю чё с утра пойду да чё с утра идти на рынок с утра будет идти к лаврачу маме за этим лекарством за бесплатно позвонил врач не знаю успею не успею не успею не успею наверно она уезжает потом лаврач надо ловить еще надо мяту собрать пойти еще надо иван чай собрать я не знаю девочки мне нужны крылья подгоните мне пожалуйста кто-нибудь подарить крылья я не могу не могу поднять ногу ладно счет коленка ходит и проснулась коленка болит о чем думаете коленка болит потом думаю наверно да не знаю как буду ходить ну вроде бы это лопухов никогда замотать представляете у меня нет время замотать на ноги лопухи дома вообще нету время вообще ситуация у мамы короче дома падает 88-87 а вот когда выходим на улицу в лес на улицу да вот она ходит 98 поднимать ситуации не ситуация это сатурации отдышка конечно я рядом с ней вчера лежала на диване лишь тяжеловато на отдышка мотает мотает в разные стороны у стресса вышли стоит до остановки устала на мотает качает сейчас хотела телевизор подключить зона позвоните ростелеком мы же отключали телевизор не надо я все равно у вас долго жить не буду мама сегодня говорила в лесу поживет еще да пока не восстановится а она сама долго жить не будь я говорю мама пока ты полностью не поправишься ты будешь жить со мной зачем ты будешь тратиться на телевизор я говорю тебе какая разница ты чё без телевизора будешь сидеть что это ладно я не смотрю а это чё делать надо подключаться пускай смотрим ладошка звонил бабушки ладошка звонил довольная такая это все говорит поинтересовался ска бабуля как у тебя здоровье молодец горка куда умничка как дела чем занимаетесь и он конечно переживает всем переживаем вот всегда берегите берегите своих родителей берегите это самый дорогой на свете там и дорогой дети и родители наружу на свете ничего нет я вам честно говорю короче позвонил ко мне жених очередной в лицо мы были стояли нажали автобус звонит на васап на видеосвязь а я кухне приложил телефон а чё тут я не вижу тебя но теперь я открываю появляется такая морда да знаете если по лицу отписывать человек там килограмм двести весит я маме короче показываю познакомься говорю мама я туда-сюда жених хорошо мамка посмотрела все дела ладно болтали там минуты две ладно пока пока дома короче уже поели мама сидит уже грибы чистить уже прошло наверно часа два прошло до после этого звонка переговорного вот сижу я и думаю о чем а ты знаешь что вот этот мужик который тебе звонит мне кажется он людоед я говорю чего ты взяла он такой толстый он такой толстый он наверное жрет много и быть его тяжело прокормить а ты знаешь сколько людоедов таких я как телевизор видела вот и подключает телевизор после этого до рвом не болтать чепуху а я заняты я кручусь верчусь как белка в колесе и грибы тут и готовка и компот остужал и все да и роману не болтайте чепуху он не болтай а вот такие глупеньких ты ищет его чтобы сожрать да верну тогда он съест при нас двоих нет меня он не съест я не сижу в компьютере артистка узнаете вообще она у меня такая интересная проколистка как скажет так скажет хоть стой хоть падай бесценная моя мама бесценная вообще классная суперная вот мне хорошо что она рядом спокойнее что у меня на глазах слава богу я вообще хотела бы давно уже чтобы она со мной жила просто она сама не хочет со мной жить она привыкла к своей жизни жизнь одна самостоятельно вот ну возраст уже сейчас 7 70 лет будет 23 февраля на будущий год мы уже старенькая и мама ну живи говорю со мной чё жить одной то я готовлю все деньги у нее за еду не спрашиваю на питание хочу нет там на лекарство сколько над денег вот все готовлю вместе кушаем огромном но вместе же веселее вот чё ты там одна то вот я применяю себя туда-сюда и вообще ничего не обременяешь монтаж вот чепуху вот мне вообще никогда ничего не жалко я вообще человек такой добротушный ничего не жалко особенно для мамы устал в рюкзаке компот с водой у свадки бутылки плечи оттянул рюкзак вот чтоб вам дальше да дальше маленько подальше вот такие дела не знаю я хочу чтобы она жила со мной со мной всю свою жизнь чтобы я им вела контроль лекарства пьет она у меня понимаете сахар мере там сахар конечно что повышенный не нравится мне там конечно вот написала при выписке врач что на инсулин ее надо ирмам ты одна не сможешь жить на инсулине там деление ты не увидишь до у нее зрение плохое ты не сможешь сама себе делать правильный инсулин там еще уже начнется проблема таблетки то выпил как говорится да и ладно а на инсулин с этими шприцами будет очень все сложно